Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турвей. Сегодня я продолжаю играть, дорогие друзья, во флотинг сэндбокс. Сегодня я продолжаю топить кораблики, подводные лодочки, тут даже есть самолётики, автомобили, всё, что надо, всё, что хотим. Друзья, давайте так вот. Помните, раньше были времена, когда флотинг сэндбокс вы прям супер смотрели, супер любили? Давайте вот если вот такие олды тут, да олды тут, ну хотя это не совсем олды, но неважно. И вам нравится флотинг сэндбокс, обязательно влепите лайк, чтобы я видел, что вы хотите флотинг сэндбокс, чтобы я такой, о нихрена себе, вот это вы там лайков подоставили и дрить колотить, такой надо записать ещё 500 серий в минуту. И тогда всё будет хорошо. Друзья, в общем, что первое? Первое у нас по стандарту. Я такое уже снимал, конечно, но почему бы и нет, давно этого не было, давно вы этого не видели и давно я этого не видел, давно все соскучились. Допустим, вот у нас как раз таки есть, представим, что это айсберг такой маленький, маленький такой айсберг торчит, торчит такой маленький айсберочек, так скажем, да, вот он такой торчит, как бы, давайте даже его поострее немножко сделаем. Вы смотрите, ребят, земля походу реально стала как будто бы, видите, 3D-шная. Ну красиво, ребят, игра развивается, мне нравится, но жду обновления, давно не было обновления, поэтому как-то обидно. Я уже жду, когда добавят, чтобы можно было два корабля спавнить, врезаться на них друг в друга. Это будет прям прекрасно, прям красиво, прям супер-пупер-дупер-мупер-фигупер, друзьям. Я бы мог ещё 3 часа придумывать рифму на слово супер, но мы здесь не для этого собрались. Так, что я ищу? Я ищу граб. Я ищу граб, друзья, всё. Всё, наш Титаник поплыл, пошёл, так сказать. Ну, немножко, конечно, у него мачты ломаются, но как бы это нормальная тема, потому что это флотинг сэндбокс, дорогие друзья. Из-за ветра здесь ломаются мачты, как хотят, поэтому нормально. Сейчас вопрос. Вопрос, продолбим ли мы дно хотя бы чуть-чуть? Так. Да ладно тебе. Да, ребята, ну это только турбенте банальный так мог. Хорошо, я понял, надо повыше сделать, надо повыше. Давайте вот тогда... Опа, там какая-то волна, кстати, идёт. Давайте тогда повыше, но... Не, ну вот так точно, ребят, так точно в самый раз будет. Кстати, давайте посмотрим, сейчас, смотрите, сейчас наш Титаник из-за вот этой волночки маленькой немножечко подпрыгнет и, возможно, он долбанёсся всё-таки днищем. Вот об этот вот маленький остренький кусочек сейчас проверим, но, скорее всего, нет. Конечно, скорее всего, нет, потому что Титаник не такой уж слабенький. Опа! А вот это, кстати, вот это было неожиданно, на самом деле. Я не думал, что он сейчас долбанёсся. Ну и вот здесь вот, ребят, он как бы, знаете, он пытается уйти. О, ребята, что-то, что-то здесь произошло прям люто непонятное. Как-то я хотел, чтобы всё это было немножко не так, но получилось как-то всё иначе, друзья. Грустная музыка играет, вы слышите, я думаю, на заднем плане играет грустная музыка. Все плачут, друзья, потому что Титаник пошёл ко дну. А это означает, что никто и никогда больше не сможет на нём переплыть вообще куда-либо, потому что он развалился на хрен, к хренам собачьим. Ладно, друзья, давайте сделаем по-другому. Смотрите, мы просто... Ребят, во всех играх в стране мы разные управляем, везде все путаюсь. Смотрите, Титаник, да, у нас есть Тайтаник. Тайтаник, как сказали бы настоящие американские бравые солдаты Тайтаник. Они бы сказали, но я так не буду говорить. В общем, мы берём с вами замечательную пилу. Пилу, да? И как бы пилим. Как бы пилим. То есть как бы вот так, вот так. Раз, два, три. Я не знаю, правильно ли я... Я не помню, сколько там, 4-5 отсеков, но мне кажется, что я сделал примерно правильный надрез. И сейчас мы с вами, дорогие друзья, увидим самое натуральное, самое настоящее, просто натуралистичное изображение, так сказать. Во, да, фото в цвете. Ну, не совсем получилось так, как надо, но разлом получился, и я этому рад. Вот это мы отрезаем. И всё, наш замечательный Тайтаник идёт ко дну, друзья. Но у нас немножко он раньше разломался. Возможно, он слишком большую сделал дырку. Ну, наверное, да, всё-таки слишком большую. Но в целом, почему бы и нет? Как вы видите, всё, наш нос... Потому что, да, разломаться он должен был, по-моему, где-то здесь. Там вроде три пошли ко дну. Ну, прям музыка из Титани... Ту-ту... Так, всё. Смотрите, он полностью... Это самый нос, носовая наша передняя часть, это самое взяла с собой. Вот, видите, за ручку они держатся. Они не могут друг друга отпустить. И как бы, вы понимаете, если тонет одна часть, то вторая, естественно, её отпускать не будет. Потому что, ну, как говорится, любовь, дорогие друзья, любовь и голуби. Ладно, давайте я возьму сейчас другой какой-нибудь кораблик О, кстати, вот это что-то я не помню Аркшип какой-то, давайте я вам покажу Ребят, смотрите, это какой-то корабль Корабль времен, блин, 2019 года какой-то Я не знаю, ребят, откуда этот корабль, если вы шарите Если вы замечательные шарящиеся люди То тогда напишите, естественно, мне об этом в комментариях А я затригеру небольшое такое красивое цунами Цунами, так, вот оно, кстати, пошло Причем оно прям рядом, прям близко Давайте посмотрим, как цунами справится с этим замечательным судном И попозже мы просто попробуем его немножечко затопить Оно, кстати, извините, извините Оно, кстати, немножко, видите, такое закрытое То есть вода здесь ни с какой стороны Нихреначно, это, блин, это что, космический корабль? В общем, вода здесь никуда не попадет в любом случае Так, а теперь, знаете, что мы сделаем, да? Как бы, что я хотел сделать, то мы и сделаем, ребята Мы здесь сделаем примерно вот такую острую Как сказал бы настоящий турбинтибанальный Острую хреновину Давай, разрубайся Опа Держится, кстати, держится красиво Держится красиво, но Разломится сейчас Разломится, разломится И задняя часть Задница, хотел сказать, да неприлично Было бы Должно... Нет, он висит Так, хорошо А если мы подожжем? Так, вот тут я хочу, знаете, сжечь Просто, чтобы он расплавился У меня получится ли? Но мне, по-моему, не хватает Но мы сейчас кое-что сделаем, дорогие друзья Вы же понимаете, да? Вы же понимаете Тут можно сделать, чтобы это было все погорячее Так Fire Heat Чтобы оно прям супер Ребята, было 2000, стало 16 Сейчас смотрите, ребят Просто смотрите В... Ой Ну, ну, так тоже сойдет Так тоже Я думал, что она просто расплавится, но В самый раз, друзья Все, что я хотел То и получилось Просто горит Ясно Горит ясно И главное, чтобы не погасло Все, друзья А на чем оно висит? Ты тут Ты тут на чем висишь, родной? Давай-ка гори То непонятно как-то Так, все Наша передняя часть уже Практически затонула А вот эта вот часть какая-то Она просто Не понял А как так-то? Чем она держится, друзья? Я, конечно, не эксперт Давайте мы ее... А, во, падает Только я хотел ее подвинуть И она падает Да, друзья, это получилось все Очень странно, очень непонятно Пока вот здесь, да Вот оно все такое Тонет Я возьму какую-нибудь еще прикольную лодочку Какой-нибудь прикольный корабль А, я понял Это как ковчег А, это, наверное, ковчег из... Из... Как он называется? Из фильма 2012 Или как он там называется Где... Ну, когда, типа, конец света Кажется, это оно Если я не ошибаюсь Потому что у нас есть тут обычный ковчег У нас есть вообще какой-то... Вы этого не видите? Ну, вы просто мне поверьте Есть какой-то трактор Во, давайте возьмем вот это вот судно Мне аж подвисла игра И это прям неприятно Прям неприятно О, во, а, это маленький какой-то Ой-ой-ой-ой Ну, смотрите, какой он прикольный, кстати Это... Это что за флаг? Ребята, что за флаг? Похож на какой-то норвежский Но могу ошибаться Потому что обычно Эти... У нас флаги, которые Эти... Водные, да Там корабельные, морские Они немножко отличаются Давайте мы просто... Просто чисто Банально подожжем корабль Ё-моё Я просто один раз нажал Он сразу вспых Ядрить меня колотить Посмотрите, что происходит Ну, реально Этот корабль настолько маленький Что он просто сразу горит Смотрите, я могу вот так Я один раз жму Ну, ладно Не один раз Ну, нормально, ребят Смотрите, он просто сжигается Просто сжигается Нахрен к хренам собачьим Но это выглядит прикольно Как меню Это выглядит прям прикольно И всё Он пошёл к одну Смотрите, ребят У него чистый парус тут прогорел И... Нормально, ребят По-моему, это было красиво Ладно, ребят Давайте мы уже перейдём К тому, ради чего Я вас здесь всех собрал, дорогие друзья Я вас всех тут собрал Для того, чтобы показать Что будет с подлодкой Которая Которая Будет тонуть Которая будет тонуть Это понятно Которая будет... Смотрите, в общем Что я несу? В общем, вы видели, что на превьюшке И это мы сейчас сделаем, друзья У нас есть такая большая подлодка Мы берём с вами Adjust terrain Давайте прям вот эту вот Штучку поднимем То есть вот она такая Острая, большая, огромная И мы берём Наш Замечательный Подводный лодк Подводный лодк Берём ФПС мало, ребят То есть эта лодка вообще не оптимизирована У меня что на старом компе Было мало ФПС Смотрите, она просто В слоу-мо Падает И, ну короче, ребят Сейчас будет что-то жёсткое Смотрите, прям где здесь Вот где кроватка Здесь сейчас будет жёсткий разлом На Жёстко, друзья Жёстко Всё, разрыв Да, вообще Разрыв шаблонов Всё, оно просто Оно просто Оно просто разломалось Практически на две равные части Но красиво, друзья Мягко говоря Красиво Вопрос Да, скорее всего Оно сейчас всё затонет Да, 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 да Я думал, может быть Оно как-нибудь останется на плаву Но нет, друзья Здесь сейчас, естественно Всё затонет Но здесь, смотри Здесь, кстати, все отсеки перекрыты Но этого всё равно Недостаточно Чтобы подлодка всплыла И она Дорогие друзья Просто Спокойненько Идёт ко дну Смотрите, здесь прям темно Страшно Блин, ну, кстати Вот это всё-таки круто сделали То, что снизу такое Прям затемнение Красивое Прям замечательное Прекрасное затемнение Это прям сделали супер красиво И всё, друзья Торпеда, кстати, смотрите Возраста не пройдёт Всё, друзья Затонул Затонул наш подлодочек И давайте мы сейчас Просто 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 То же самое сделаем С другой подлодочкой Которая более оптимизированная Которая кажется Как будто побольше Она на самом деле поменьше Но она всё равно тоже крутая Берём Так же Так же Берём Делаем здесь такую вот Остринку, так скажем Давайте вот такая Она такая толстенькая будет Так скажем Берём нашу подлодочку И Отпускаем, дорогие друзья Вот она падает Блин, сейчас тут пацанам будет больно Ой, пацана просто Насадила Намотала Нормально, блин, ребята Посмотрите, что происходит Это просто жесть Это Просто Как сказали бы Какой-нибудь Француз Это просто жесть Только Но я не француз, дорогие друзья Я отрубить себя, наверное Я гражданин Свободной Трамбамунской республики Но это жёстко, друзья Всё сразу затопило Всё сразу Смотрите, все люди Погибли Естественно Ненарисованные просто люди Ладно, хорошо Дайте я то же самое хочу сделать, ребят Но Но я хочу Чтобы не прям с высоты Знаете, это всё было А так Сказать Так сказать Ну, немножко Ну, как бы Ой, тихо Немножечко Как-то Бывший подлодки И я Турбент Буду с вами прощаться Дорогие друзья Обязательно Подписывайтесь на мой канал Если вы вдруг ещё этого не сделали Ставьте Свои большие пальцы вверх Пишите свои комментарии И тогда новая серия по Flooring Sandbox Не заставит себя долго Ждать